10 ноября, день Пороскевы, назван в честь святой великомученицы Пороскевы. Родилась она в зажиточной семье, отец был сенатором. Она могла прожить богатую и счастливую жизнь, но решила посвятить себя Богу. Будучи красивой и богатой, она отвергла женихов и вела аскетический образ жизни. Во время гонения на христиан ее жестоко пытали. К обессиленной Пороскеве явился ангел и укрепил ее. Отер губкой раны и тело ее стало крепким и здоровым, а красота лица стала еще более поразительной. Сегодня женщины начинают готовить лен для продажи. Всю неделю, на которую выпадает сегодняшний день, называют Пятницкой неделей. Пятницы – богиня, которую считали покровительницей матерей и женщин. Старину крестьяне украшали иконой святой Пороскевы. Считалось, что икона охраняет счастье в доме и помогает обеспечить семье благополучие. Сегодня помолиться святой отправлялись в церковь, особенно те, кто страдал от тяжелых заболеваний. Особенно это касалось душевных болезней. Сегодня не пряли, а занимались шитьем. Девушки вечером собирались вместе, каждая приносила с собой какую-нибудь работу. Так, занимаясь шитьем, они одновременно беседовали. Говорили, что сегодня можно молиться на скорую свадьбу и жениха. Пороскева известна и как покровительница полей и скотины. Сегодня было принято приносить ей различные плоды. А вот в стародавние времена сегодня отмечали память богини Макоши. Она была покровительницей прях портных и помогалась достичь земного счастья. Приметы. Если листья с вишней до сих пор еще не опали, снег, даже если он выпал, скоро растает. Сегодня надо сдерживать себя от смеха, чтобы потом не плакать. Сегодня нельзя мыть голову, купаться, стриться, мыть полы и вообще выполнять работу, которая была бы связана с водой. Если болит голова или зуб, нужно помолиться святой Пороскеве. Нельзя чистить дымоход на Пороскеву. Это к несчастью. Бременная женщина не должна в этот день давать денег в долг, поскольку так в чужие руки она отдаст судьбу своего ребенка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова